Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Автор сотен видео на собственном канале YouTube. Про здоровье, профилактику, лечение, народными средствами, средствами официальной медицины. Сегодня решил написать на мой взгляд очень важное видео. Если у вас отпуск летом, то как же правильно похудеть к отпуску, а одновременно очистить организм, укрепить иммунитет? Если у вас отпуск все-таки летом планируется, как правило, в период подготовки выбирается не только место, куда едем, но и ставится дополнительная задача, как подготовиться и похудеть к отпуску, чтобы на фото можно было показать несколько больше, чем на Евровизе, где не менее 50% должно занимать лицо, и все остальные изюминки вашего организма просто скрыты. Ведь если ваш выбор не горы, либо дремучий лес, а море, озеро, река, солнце, воздух, вода, тогда на пляже много одежды на себе не оставить. И взором окружающих будут предоставлены достижения за новогодним столом, днем или днями рождения, другими праздниками, которые чаще накапливаются именно в зимний и весенний период. И их, скажем так, удаление откладывается на неопределенное потом. А собственно потом, как правило, наступает внезапно. И если правильно поступать, одновременно можно как минимум еще и очистить организм, и иммунитет укрепить, ну или хотя бы начать этот процесс в домашних условиях, а продолжить в отпуске, чтобы получить больше пользы для здоровья. Потому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как правильно провести очищение организма, в зависимости от того, сколько вам времени осталось до отпуска, до начала отпуска. Также вы узнаете, какие продукты питания и диеты лучше использовать в подготовке к летнему отпуску. Ну и что взять с собой, чтобы не вспоминать летний отпуск, как страшный сон. Смотрите видео дальше. Какие же продукты питания и диеты лучше использовать в подготовке к летнему отпуску? Ну, прекрасный эффект дают диеты на кашах. Речневая, рисовая, овсяная, кукурузная диета для похудения. Ими можно очищать организм. Они достаточно эффективны и доступны. Но! Только не весной либо летом. Они слишком видны витаминами, макро и микроэлементами. От которых ваш организм такие диеты легко и очистят. Они просто не смогут полноценно компенсировать те траты витаминов, микроэлементов и макроэлементов, которые у вас происходят легко и просто в обычной жизни. Поэтому, если вас не интересует снижение веса любой ценой, тогда подойдут иные способы. А такие диеты лучше использовать позже. Когда ваш организм будет более насыщен витаминами, макро и микроэлементами. И легче перенесет эти диеты. А это осень либо зима. Бессолевая диета. Также прекрасно подходит для очищения организма на несколько дней. Но! После застолья. Когда основная прибавка в весе. Это обычная вода. Которая удерживает скрытая соль в колбасах, копченостях, твердом сыре, домашней консервации. В этом случае бессолевая диета помогает быстро восстановить исходный вес. Но! Не в случае подготовки к летнему отпуску. Который чаще всего проходит в более жарких условиях. Где каждая капля воды на вес золота. А недостаток воды в организме может стать опасным для вашей жизни. И это важно учитывать. Поэтому бессолевая диета в подготовке к летнему отпуску не самый лучший вариант. А что использовать лучше? Вы узнаете прямо сейчас. Русская баня. Финская сауна. Турецкий хамам. Также известные оздоровительные системы. И достаточно быстрый способ снизить вес. Но! Вновь за счет воды. Они позволяют уменьшить вам объем. И вы сможете сэкономить немножечко на обновлении гардеробов. Потому как вам не придется покупать новое. Вы сможете использовать давно забытое старое. Которое вам было в пору и было красиво. Но! В случае если вы будете эти системы использовать не чаще одного раза в неделю. Так можно. И после правильной подготовки. Не менее 3-4 дней перед походом в баню, сауну, хамам. Вы должны изменить свою систему питания правильно. Чтобы эта процедура принесла вам больше пользы. На эту тему есть несколько видео на моем канале. И вы можете их просмотреть в любое удобное для вас время. И ни в коем случае не баня или сауна за 1-2 дня прямо перед переездом. Два стресса одновременно или практически рядом ваш организм может не выдержать. И баня и сауна вызывают обезвоживание вашего организма. И несколько дней после них также нужно провести специфически. И чем хуже у вас работает печень, тем дольше вам нужно себя беречь. Чтобы быстрее восстановить состояние крови. А во время переезда стресс также увеличивается вязкость крови. И вот два фактора вместе. И у вас может как минимум образоваться тромб в венах. Либо ухудшится проходимость артерий. В любом случае может быть дополнительная нагрузка на сердце. И система регуляции артериального давления может не всегда сработать. И вы можете оказаться совсем не в отпуске. Вот скомбинировав вот таким образом несколько действий. Ну как правильно использовать баню либо сауну. Если у вас есть как минимум 1 неделя до отпуска. Будет дальше в этом видео. А следующая позиция которую я хотел бы осветить. Это кефирная диета. В чистом виде на неделю и более так же вряд ли подойдет. Это не самая полноценная. Достаточно жесткая. И сложно поэтому исполнимая диета. А вот в качестве одного-двух разгрузочный день. Перед поездкой. Прекрасно. Как правильно использовать. Так же будет в этом видео дальше. Смотрите. Не переключайтесь. Дальше много интересного. Часть продуктов появляется первой весной. И они могут прекрасно использоваться в системе питания. В оздоровлении. В очищении организма. В снижении веса. Практически все лето. Это листовая зелень. Лук. Чеснок. Петрушка. Сельдерей. И другие пряно-ароматические растения. С успехом могут использоваться любыми каждым. Диеты. Из них. Одних. Диету для похудения и очищения организма не составить. Слишком много ароматических веществ. А вот как дополнение к любой другой диете? Легко. Их правильная комбинация. Дело вашего вкуса. А вот правильное количество диктует спектр имеющихся заболеваний. И некоторые из них могут серьезно ограничивать. Особенно заболевания связаны с мочеполовой системой. С пищеварительной системой. С сердечно-сосудистой системой. Но об этом я возможно напишу отдельное видео. Как правильно использовать отдельные пряности. Для вашего здоровья. А в этом видео я расскажу про другие. Более спокойные компоненты. Которые также появляются летом. Их легко можно использовать. С пользой для вашего здоровья. Пожалуй первая ягода. Которую легко и просто можно включить в питание. На несколько дней. И питаться только ею. Это клубника. Клубничная диета для похудения. Она достаточно вкусна. По этой причине легко исполнима. Но имеет также свои особенности. Которые я обозначил в видео. Клубничная диета для похудения. На своем канале. И вы можете его просмотреть. Это обязательно нужно сделать. Потому, как там особенностей достаточно много. А также не сочтите за труд. Посмотреть другое видео. Очень важное. Как выбрать клубнику. Чтобы не купить фальсификат. И не пострадать по этой причине. А также, чтобы не пострадать. Применяя клубнику. Без учета достаточно распространенных сегодня заболеваний. Которые у вас вполне могут быть. И вы легко и просто можете их обострить. И вновь попасть не в отпуск к морю. А на прием к семейному врачу. Поэтому после этого видео. Просмотрите видео про клубничную диету. Если вы захотите использовать ее в чистом виде. То просмотрите те видео. Хотя в этом видео будет рекомендации. Как использовать клубнику в системе. Для снижения веса. Очищения организма. Укрепления иммунитета. При которой ваши заболевания будут иметь значительно меньшее значение. А также летом. По мере появления по сезону. Можно проводить. Опять таки как отдельные очистительные дни. Например. Яблочные. Абрикосовые. Кабачковые. Вишневые. Арбузные. И другие. Так и сложив их в несколько дней подряд. Провести соответствующую диету. Либо правильно комбинировать. Вот эти новые продукты питания. С другими продуктами. Для снижения веса и очищения вашего организма. А вот что и как правильно делать. В зависимости от того. Сколько времени осталось у вас до отпуска. Вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно провести очищение организма. Все зависит от того. Сколько дней у вас осталось до отпуска. Если вам в отпуск завтра-послезавтра. То есть вы купили горящую путевку. Вам остается только собрать вещи. Постараться ничего не забыть. Реальное влияние на свое здоровье у вас до отпуска. Вряд ли получится провести. А если проведете один-два разгрузочных кефирных дня. Остается только правильно использовать природные факторы уже в отпуске. А вот что обязательно прихватить с собой в отпуск. Будет в этом видео дальше. От этого компонента во многом зависит то удовольствие. Которое останется у вас от отпуска. Либо тот неприятный привкус. Который вы в нем получите. Поэтому смотрите видео дальше. Будет интересно. Если вам в отпуск уже через 3-4 суток. Самый безопасный способ подготовки. Это пассивный отдых до отпуска. Потому как если год прошел достаточно напряженно. И вы эту усталость ощущаете физически. Чтобы получить больше пользы от летнего отпуска. Нужно просто немножечко отдохнуть от работы перед поездкой. И 3-4 дня. Их вполне достаточно. Чтобы состоялись первые процессы восстановления в вашем организме. И переезд в отпуск прошел благополучно. Потому как чаще всего переезд. Это не щелчок и через 20 минут вы в отпуске. А достаточно продолжительный процесс. В подготовке подойдет вам и поездка на дачу. В которой вы будете просто пассивным зрителем. За теми событиями которые вокруг вас происходят. А основное очищение организма. Это уже будет происходить во время отпуска. Какие изменения в системе питания вы можете совершить. В домашних условиях за эти 3-4 дня. Пару дней можете провести на кефирной диете. Вы их легко перенесете. Она вас не будет напрягать. А систему очищения запустит. Можете день сделать арбузным. Клубничным. Яблочным. Все зависит от того. Какие продукты питания сейчас вокруг вас присутствуют. И как вы их можете использовать. В любом случае лучше бы это провести. Потому как есть такие очень интересные реакции. Называются бальнеологические. Что это такое? Это когда вы находясь в уникальных условиях. Далеко не всегда самых лучших по экологии. Иначе зачем вам уезжать в отпуск. И ваш организм в этих условиях легко загрязняется. И количество шлаков и токсинов в нем достаточно велико. Уезжаете вы как правило в более экологическую. Чистую местность. Где шлаков существенно меньше. И вот как только ваш организм из-под пресса шлаков и токсинов выходит. Они начинают активно выходить уже из вашего организма. И проявляются так называемые бальнеологические реакции. Пока токсины находятся в крови. Изменяется настроение. Ухудшается работа сердца и сосудов. Если они пытаются выделиться через печень, через почки. Возможно обострение тех хронических заболеваний. Которые у вас присутствуют. А будет это какой-то дисбактериоз кишечника. Либо цистит, простатит. Это уже зависит от выбора тех болезней. Которые у вас присутствуют. Поэтому вот такая вот небольшая даже очистка. Она сослужит вам хорошую пользу. Потому как грязь частично вы выведите. Вы частично организм почистите. И в более чистых условиях. Солнце, воздух и вода сделают свое дело. Помогут вашему организму дочиститься. Ну и укрепиться к новому рабочему году. А вот что делать если у вас немножко больше времени на подготовку. Вы узнаете прямо сейчас. Если вы более предусмотрительный. И вам в отпуск не через 3-4 дня. А через 1-2 недели как минимум. Вы уже реально можете рассчитывать. С пользой для здоровья. Сбросить несколько килограммов. Что будет безусловно заметно и по вашей фигуре. Вот как это сделать правильно? Вы можете просмотреть в интернете диеты на 1-2 недели. Они есть. Там обещают вам сказочные горы. Потери килограммов. А некоторые диеты и десятков килограммов. В моем видео как похудеть и убрать жир на животе. Я на основные особенности этих диет уже обратил внимание. И их описал. И чтобы не повторять более чем 30 минутное видео. Посмотрите его. Не поленитесь. Просмотрите его после этого. И вы узнаете какие особенности быстрого снижения веса могут проявиться. Вроде как неожиданно. Те диеты их не описывали. Но они легко просчитываются. Они легко понятны. Иначе не учитывая вот эти мелкие детали коротких диет. Очень реально. Вместо отпуска вновь попасть на больничную койку. А вот что вы можете успеть сделать за такой относительно короткий промежуток времени? Ну очень простые рекомендации. И исполнимые. Например можете провести 2 дня на кефирной диете. Либо использовать вместо кефира йогурт или простоквашу. Они дадут вам легкий старт в очищении вашего организма. И самое главное. Не перенапрягут. У вас не будет усталости. Вы получите легкость за первых 2 дня. Затем оставшиеся 5 дней в неделе. Борщевая диета. На второй день которой можно сходить и в баню-сауну. Потому что вы уже к ним подготовились. И слегка попариться не нужно. Выжимать из себя последние соки. Вам нужно оставить эти соки до пляжа. До моря. Когда вы купаясь будете в соленой воде терять воду. И терять шлаки и токсины. Либо загорая. Усиливается потение. И процесс очищения вашего организма будет продолжаться. Вторую неделю можно провести как первую. Их скопировать можно. Ну от 5-6 килограмм потеряете точно. Возможно и больше. Все зависит от исходного уровня избыточного веса. Который вы уже накопили. Самое главное здоровье сохраните. Очищение организма запустится. А иммунитет и ваш внешний вид сохранится. Потому как поехать в отпуск худым. С плохим настроением. С тусклыми ломкими волосами. Угревой сыпью на коже. Но это далеко не самый лучший внешний вид для отпуска. Особенно если вы хотите поехать за границу. Потому как у вас могут на границе возникнуть проблемы с идентификацией личности. Потому как на фотографии вы можете серьезно отличаться от того оригинала. Которого вы дойдете. До которого вы доберетесь на коротких диетах. И это абсолютно не нужно вам. А вот какие особенности кефирной и борщевой диет для похудения. Нужно учитывать. Такие видео также есть на моем канале. Вы их можете просмотреть. Без проблем. По каждой отдельной диете есть отдельные видео. Но! Эти особенности нужно учитывать. А вот что вам делать если у вас до отпуска значительно больше чем 2 недели. Вы узнаете прямо сейчас. Такие рекомендации тоже есть. И вы о них узнаете. Если вам до отпуска еще больше недели 3-4 это прекрасно. Вы можете в спокойном режиме и вес сбрасывать. И организм очищать. И ваш иммунитет. Без дополнительных усилий с вашей стороны сам собой укрепиться. За основу. Как старт в системе снижения веса и очищения организма. Можете использовать кефирно-борщевую диету. О которой я вам только что рассказал. А для разнообразия. Лучше до либо после кефирного дня. Вносить в нее отдельные очистительные дни. Например. Яблочный. Клубничный. Вишневый. Арбузный. И другие. По вашему вкусу. По мере появления соответствующих продуктов. По сезону разумеется. Либо собственно к кефиру. А его можно заменить йогуртом. Простоквашей. Добавлять клубнику. Вишню. Тертое яблочко. И другие продукты. Что не особенно отразится на темпе снижения веса. А вот серьезно отразится на переносимости такой диеты. А значит и на ее исполнимость резко повлияет. А это очень важно. Порекомендовать это одно исполнит значительно сложнее. А вот что делать вам если у вас еще больше времени до отпуска. Больше месяца. Вы узнаете прямо сейчас. Если же вам до летнего отпуска больше месяца. Это великолепно. Значит вы супер предусмотрительный человек. И скорее всего вам нужно просмотреть другое мое видео. Консультация врача гиетолога онлайн. Там больше 40 минут про правильное питание. Применяя которое к своему организму. Вы будете получать больше здоровья на протяжении всего года. А летом в это питание вы можете периодически внедрять раз-два в неделю разгрузочные очистительные дни. А будет это кефирный день. Будет это борщевой день. Будет это день на клубнике. На вишне. На абрикосах. На арбузах. Это ваш выбор. Вы таким образом сможете разнообразить свой рацион в летний период года. И существенно укрепив свое здоровье. Несколько снизить тот вес, который возможно у вас есть избыточным. Или который вы считаете избыточным. А вот если у вас до летнего отпуска больше года. Скорее всего вам нужно менять работу. Отдыхать нужно. Хотя бы раз в году минимум две недели нужно посвятить отдыху. Отпуску. Если у вас такие длительные промежутки между периодами отдыха. Вы работаете на износ. И не важно. Вы работаете на кого-то. Либо вы работаете на себя. Все может очень быстро и нехорошо закончиться. Поэтому в данном случае вам нужно думать. Как работать. Где работать. И на кого работать. А вот какой компонент обязательно необходимо взять с собой в отпуск. Если он у вас все-таки планируется. Чтобы вспоминать летний отпуск с удовольствием. А не как страшный сон. Вы узнаете прямо сейчас. Что же обязательно необходимо взять с собой в отпуск. Чтобы не вспоминать его как страшный сон. Чем ближе к экватору вы перемещаетесь. Тем больше сочных плодов и фруктов может оказаться в вашем рационе. И это прекрасно. Там не только множество полезных веществ. Но и самое полезное в летнюю жару. Это вода. Но! Как правило ее не всегда хватает. И приходится добавлять. Готовить себе чай, кофе, другие напитки. Пить просто воду. Которая хоть и вносит дополнительное количество жидкости в ваш организм. Но и часть ее выносит. С одной стороны очищение организма идет. Не важно через кожу, через легкие, через почки. А с другой стороны есть риск развития инфекций, связанных с водой. Вы имеете возможность контролировать качество воды. Которые моются фрукты, которые вы потом употребляете. Или качество той воды, которая вытекает из крана. Или на какой воде заварим чай или кофе. Эпитеты, которые часто слышу от вернувшихся из отпуска. Все было прекрасно. Великолепно. Солнце, воздух. Но вот вода отвратительная. Пить было нельзя. И что остается вам? Алкогольные напитки под запретом в жару. Можно легко перегреться и умереть от теплового удара. Поэтому о том, какую воду вы будете пить в отпуске. Я бы советовал вам позаботиться заблаговременно. Кто вам мешает исправить ситуацию. И не попадать в нее повторно. А самое простое решение. Банальный фильтр для воды. С защитой от микробов и вирусов. Взять с собой в отпуск. И ваш отпуск будет проходить в более комфортных условиях. А ваша страховая компания будет очень довольна вашей предусмотрительностью. Потому как заниматься лечением вдали от дома. Достаточно сомнительное удовольствие. Которое я не советовал вам бы попадать. А предотвратить легко и просто. Просто подумайте. Какую воду вы будете пить. Вне домашних условий. И все решится само собой. Безусловно вода очень важный компонент в отпуске. Но далеко не единственный. Очень много вопросов вызывает шведский столб. Или когда все включено. Что из этого лучше исключить для вашего же здоровья. А также как правильно воспользоваться теми природными факторами. Которые вас будут окружать в отпуске. Об этом смотрите в других моих видео на моем канале. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы ставите надеюсь лайк на это видео. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok